Сегодня опять говорим про цену биткоина. И да, ребята, есть очень плохие новости для биткоина. Но услышьте меня, ребята, в этом видео я расскажу потенциально очень хорошие новости. Также мы поговорим не только про ближайшее время на биткоине, а о том, что произойдет с биткоином в следующие пару дней, а возможно даже недель. Нет, я хочу отдалить и показать вам всю картину. Я покажу вам то, что вы, скорее всего, не видели до этого. Ставьте лайки, ребята, для нового рекорда. Я сейчас в Дубае, и как видите, вон там Бурдж-Халифа. И, к сожалению, мы совсем недавно видели огромную свечу, как Бурдж-Халифа, но она была красной. Будем надеяться, что следующее будет зеленой. А вы, ребята, обязательно ставьте лайки для нового рекорда. Я совсем недавно проверил вовлеченность на канале, и я думаю, мы одни из лучших, ребята. Комментарии, лайки, все остальное. Спасибо вам за это. Именно вы сделали наш канал тем, чем он является сейчас. Это комьюнити-проект, ребята, спасибо вам. И сейчас давайте переходить прямо к контенту. Давайте переходить прямо на часовые свечи для биткоина. Перед тем, как я отдалю, и покажу вам, что происходит на большом таймфрейме. Как видите, это симметричный треугольник на биткоине, у которого была большая вероятность пробиться вниз, однако мы прошли наверх. И, конечно, это не особо хорошо для быков. Это был ложный пробой. И это определенно не то, что быки хотят увидеть. И прямо сейчас, как вы видите, на часовых свечах формируется М-паттерн. У нас есть максимум, низкий максимум, и мы пробиваемся через линию выреза вниз. Будет ли это успешным М-паттерном? Что, конечно же, будет медвежьим знаком в ближайшее время. При этом важно наблюдать, пробьемся ли мы обратно выше линии выреза. Если такое произойдет, то про это можно будет забыть. Если нет, то цель из этого, если честно, она не самая сумасшедшая. Но все же мы говорим сейчас про 45 тысяч долларов. Но! Вот что я вижу, что происходит на часовом графике, перед тем, как я отдалю график. И да, досмотрите видео до конца. Потому что плохие новости немного удивляющие. Но все они на большом временном промежутке. И это то, о чем я хотел бы поговорить уже в деталях. Но об этом мы поговорим уже к концу видео. Как видите, это также может быть нисходящим клином. И нам пока что нужно дождаться, пробьется ли поддержка или сопротивление. Если мы пробьемся через поддержку, точнее сопротивление, тогда я буду ожидать целевой цены, по крайней мере, в предыдущий максимум. 47 тысяч долларов. Если же мы пробьемся через дно, конечно, можно посмотреть на цель, но она будет очень похожа на цели зэм-паттерна. Давайте посмотрим. Целевая цена будет около 44 тысяч 800 долларов. Пока что все хорошо. Краткосрок не так важен, как долгосрочная перспектива. Именно поэтому я хочу отдалить на дневной графике на недельный. И показать вам для начала хорошие новости. Все-таки мы на ММ-крипто. И затем уже перейти к плохим новостям. Итак, дневные свечи. Технически мы все еще на бычьем тренде. Если посмотреть на EMA Ribbon, это уже хорошие новости. Мы выше 50-периодной средней скользящей на дневном графике. И пока мы держим это, пока мы держим 44 с половиной тысячи, это даже ниже, чем прорыв из того паттерна, про который я говорил ранее. Мы все еще в таком случае будем на бычьем тренде. И пока что мы не закрыли даже одной дневной свечи ниже EMA Ribbon. Если вернуться в истории, вы увидите, что когда мы прорываемся ниже Ribbon, это становится началом нисходящего тренда. Когда же мы прорываемся выше, это начало крупного забега наверх. И такое происходит снова и снова. Пока что мы выше. И пока что это означает восходящий тренд на дневном графике. На недельном графике у нас то же самое. Как видите, 50-периодная средняя скользящая пока что не пробита. Даже 21-периодная средняя скользящая все еще держится. И самый неплохой пример похожего. Если вернуться в 2017-й, мы отскакивали от 21-недельной средней скользящей несколько раз. И это конец хороших новостей. Конец хороших новостей, которыми я хотел с вами поделиться. И я все еще... Это то, что я хотел сказать вам перед тем, как уйду на ланч. Я все еще нахожусь на бычьей стороне. Однако я останусь здесь и сделаю полностью посвященное видео этому. И также я смотрел на ланчейн-статистику на биткоине. И все мои ланчейн-метрики. Я сделаю про это отдельное видео. И расскажу, почему в этот раз это может быть по-другому. Но все они... Нереализованная прибыль и убыток. К тому же многие-многие другие... Ведут к тому, что потенциально 65 тысяч уже были максимумом бычьего рынка. И это может быть началом конца. Началом медвежьего периода. И на это нужно побольше объяснений. Я хочу показать вам также, почему в этот раз все может быть по-другому. Хочу рассказать вам про мои мысли. Так что, ребята, оставляйте свой фидбэк. Если вы хотите полностью посвященное видео этим плохим новостям, пожалуйста, ставьте лайки. И я предоставлю вам это видео. И, конечно, люди спрашивают меня, в общем и целом, что же я делаю со своим трейдом. Итак, 8 миллионов в этом трейде. Он все еще открыт. 1,3 миллиона долларов прибыли. Он открыт, потому что у меня все еще бычье настроение. И пока не поменяется тренд, я останусь при своем. Если вы также хотите торговать биткоином, пускайтесь вниз до описания. И если честно, я не знаю, какой там бонус конкретно. Надо будет поменять все. Но вы получите бонус на FIMEX, на Bybit и также на Binance. Если вы соберете все эти бонусы вместе, вы сможете открыть трейд на несколько десятков тысяч долларов. Совершенно бесплатно. И затем забрать всю прибыль из этого трейда. Используйте ссылки в описании, делайте аккаунты и торгуйте, если вы опытный трейдер. В ином случае, просто купите и держите. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца. И пожалуйста, ребята, немного поддержите меня в Твиттере. Наш аккаунт удалили уже в третий раз или типа того. Просто без какой-либо причины. Как видите, все пропало. И вы можете просто твитнуть. Указать там Твиттер-саппорт или типа того. Напишите о том, что это была ошибка. Огромное вам спасибо за это. Это определенно была ошибка. И спасибо за просмотр. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И да, я тут со Славиком. И также со СтокГуру. Как дела, ребят? Да, нормально. Да, я тоже хорошо. Тут солнечно, и мы собираемся на ланч. И как обычно, ребята, пока-пока.